Unreal Engine это одновременно просто и сложно. Основные задачи программирования Игорь на этом движке освоить не просто просто, а до смешного просто. Достаточно понять, что за что отвечает. Именно этим мы и будем страдать в этом видео. Но освоить движок на высоком уровне, ну то есть на уровне, который лично для меня пока что недостижим, на это уйдут годы. Важно понимать, что это относится к любой уважающей себя девелоперской платформе. Конечно, общие, хотя бы базовые знания о том, что такое вообще программирование, очень помогут в работе с Unreal. Хотя мы будем сейчас колупаться в такой штуке, которая называется визуальное программирование, то бишь кодинг без кода. Программированием оно быть от этого не перестает. Но прежде чем начать говорить о программировании под Unreal, следует поговорить о том, как эта шляпа устроена. Я не буду даже пытаться передать реальную картину структуры движка. Во-первых, желающие могут поднять документацию по движку, а во-вторых, я сам еще слишком нуб, чтобы воспринять ее во всей целостности. Но тем не менее. Движок состоит из кучи параллельно работающих под систем, выполняющих разные функции. Рендер рисует картинку, логический модуль обрабатывает всякие скрипты, менеджер данных читает и пишет информацию на диск, физический движок считает физику и так далее. Все эти системы взаимосвязаны через набор интерфейсов, которые позволяют системам понимать друг друга. Логический аппарат говорит, где находится персонаж, физика считает его точные координаты, графика рисует его в пространстве мира. Для простоты все это дело представлено объектами, или в терминологии анрыла актерами. Актер состоит из компонентов, параметров или свойств, функций и событий. Компоненты сами являются объектами, приобщаемыми к актеру и меняющие набор его функциональных возможностей. Скажем, сам по себе, без лишней мишуры актер невидим, не присутствует в расчетах физики, но обладает координатами и может вызывать на себе разные функции и события. Если добавить ему компонент статический меж, актер приобретет способность рендериться в пространстве и участвовать в физике. Для унификации практически все, с чем мы будем иметь дело в анрыле, является актерами. Помимо, собственно, актеров как таковых, есть несколько дополнительных штуковин, определяющих, как ведет себя движок. Это разного рода контроллеры. Перечислим главные. Первый – это контроллер игрока. Эта штука отвечает за передачу инструкций от игрока, будь то человек или искусственный интеллект, в игровой мир. Второй – это пешка. Это особый тип актера, который имеет набор компонентов, получающих команды от контроллера. Пешка, которая получает эти команды, называется одержимой. Третий – это контроллер режима игры. Это контроллер, который, по сути, отвечает за стартовую расстановку актеров при запуске. В нем прописаны объекты, которые нужно создать. Разные карты в игре могут иметь разные контроллеры режима, тем самым изменяя геймплей. Контроллер частного случая игры – Game Instance. Объект-одиночка, он же Singleton, который неизменно висит в памяти с момента запуска исполняемого файла и до его уничтожения. Главная функция – постоянное хранение информации во время сессии. Например, запас здоровья игрока при смене уровня. Прописывается отдельно в настройках проекта, в разделе Maps and Modes. В целом, этих четырех штук хватит для того, чтобы запилить вполне играбельную игру. Для мультиплеера потребуется еще куча всего, но про мультиплеер я и сам пока что даже не задумываюсь. Актер не является актером, пока не появится в игровом мире. До этого он является ассетом. Ассет – это вся совокупность игровых данных, на которых она и строится. Это текстуры, материалы, заготовки актеров игровых режимов, карты, анимации, модели объектов и персонажей, спрайты, анимированные спрайты. В общем, усё. Когда игра запускается, она загружает уровень, прописанный по умолчанию в разделе Maps and Modes – настроек проекта. Затем каждый объект, расставленный на уровне, спавнится движком. При этом у каждого из объектов срабатывает событие Event Begin Play, после чего начинает выполняться на каждый кадр событие Event Tick. У большинства актеров эти события не имеют никакого эффекта. Помимо этого, в ядре движка начинает пыхтеть пламенное сердце менеджера событий. Менеджер событий принимает и отправляет данные о происходящих событиях. Игрок нажал на кнопку влево, закончил работать таймер, один из актеров начал пересекаться в пространстве с другим и так далее. Всё это называется событиями и может обрабатываться логикой, описанной в так называемых обработчиках событий. В Unreal для программирования логики доступен визуальный язык программирования Blueprints или же чертежи. Этот язык предполагает, что алгоритм излагается не в виде последовательности команд языка программирования, а как последовательность связанных друг с другом узлов или нод, каждый из которых содержит под алгоритм действий, входные и выходные параметры. Большая красная нода — нода событий. С неё начинается работа обработчика. Алгоритм двигается вдоль белой линии, пока не дойдёт до конца последовательности команд. Для удобства ноды и их входы-выходы окрашены в разные цвета. Голубая нода — это вызов функции, красная — логическая операция, белый — узел перенаправления. И, наконец, зелёная — это вызов чистой функции, то есть такой функции, которая не требует прямого включения в алгоритм. Ноды могут обрабатывать довольно запутанный форшмак. Когда в узел приёма подключена одна нода — get, возвращающая значение переменной, это ещё не страшно. Но когда для вычисления значения нужно немного поматематичить, вот тут может быть больно. Есть, конечно, вспомогательные ноды типа math и возможность писать функции и макросы, умещающие кучу операций в одну ноду. Ну что ж, разберём простой алгоритм на примере. Итак, давайте для разбору создадим новый проект. Он будет пустым. Мы назовём его example01. Мы отключим контент для начинающих. Всё остальное нас устраивает. Проект будет пустой. Итак, вот он наш новый проект. Это пространство по умолчанию. Базовый интерфейс. Опять-таки практически всё выглядит так, как оно есть по умолчанию. И давайте сразу разберём, что есть что на этом экране, потому что понимание того, как работать с этим интерфейсом, вытекает отсюда. Здесь у нас есть палитра компонентов. Точнее, палитра объектов. Это все объекты, которые мы можем засунуть на наш, в наше игровое пространство. Просто берём и перетягиваем его отсюда-сюда. Оно будет появляться в игровом пространстве. Свойства выбранного объекта. Выбираем мы, кстати, левой кнопочкой мыши. Свойства выбранного объекта отображаются вот в этом вот окошке. При этом, если объект состоит из множества компонентов, например, наш персонаж содержит в себе капсулу, меш, который не установлен, и систему движения. Мы можем настраивать всё это здесь, прямо в этой менюшке для выбранного подкомпонента. Объекты, которые находятся на карте, перечислены вот в этом окне. Мы можем выбирать их отсюда. Мы можем их сортировать по типу, по метке. Мы можем создавать папочки и помещать объекты, которые мы хотим, в эти папочки, для того, чтобы, опять-таки, как-то их группировать, организовывать по смыслу или каким-то другим образом. Сверху у нас находится набор наиболее используемых команд. Компонент, сохранение уровня, подключение к контролю исходного кода, доступ к браузеру контента, это вот эта вот панелька, доступ на рынок компонентов Unreal, да, это то, на чём Epic Games делают какую-никакую денежку, набор настроек, основные функциональные чертежи, мы до них доберёмся, средства для создания анимированных роликов, до этого мы доберёмся очень нескоро, набор операций для построения уровня, в первую очередь это навигационная сетка и расчёт освещения, запуск проекта для тестирования, который позволяет посмотреть, как ведёт себя наш уровень, выхода оттуда по клавише Escape, и тоже можно в разных режимах, но пока что мы ограничимся простым play, и, наконец, запуск игры в отдельном исполняемом файле, до чего мы тоже доберёмся нескоро. Вот это браузер контента, давайте мы сразу же откроем боковую панельку, вот это папка content, которая появилась в папке проекта, и в этой папке мы, собственно говоря, и будем создавать наше смысловое наполнение. Давайте мы создадим новую папочку и назовём её Blueprints. Зайдём в эту папку и добавим новый объект класса Blueprint. И, как видите, мы здесь можем создать довольно много-много-много всякого интересного. Причём разных классов, ну просто овер дофига. Понятно, что чаще всего вы будете создавать просто актёра. Но при необходимости вы можете создавать пешку или персонажа. Разница между пешкой и персонажей сводится к тому, что персонаж — это пешка, к которой сразу прикручена система движения, что удобно. Ну, мы начнём с того, что создадим игровой режим, назовём его GameExp. Мы создадим персонажа. Мы создадим контроллер. И мы создадим GameInstance. Выбираем из списка и жмём Select. Вот наши четыре стартовых чертежа. И, наконец, для того, чтобы мы могли выполнить тот пример, который я мега задумал, мы добавим интерфейс пользователя и создадим виджет Blueprint. Мы создадим просто UI. Значит, вот этот UI мы используем для того, чтобы сделать простейший программный пример, для того, чтобы просто продемонстрировать, каким образом работают чертежи. Загрузим интерфейс редактора интерфейса и тоже разберём его по-быстрому. Здесь всё достаточно просто. Это рабочее пространство, в котором вы размещаете разные объекты управления. Палитра объекта управления доступна здесь. А здесь доступно древо иерархии этих объектов. То есть, например, здесь у нас есть холст. Да, мы можем разместить на нём, допустим, ещё один холст. И этот холст будет доступен в древе как дочерний к основному холсту. Можно поменять его название, свернуть, развернуть и так далее. Можно использовать систему якорей для того, чтобы фиксировать положение этого холста в зависимости от того, где он находится на экране. То есть, если размер экрана будет меняться, например, окошко растягивается, то этот холст будет зацеплен за вот этот вот правый верхний угол. Если же мы включим левый верхний, то, опять-таки, цепляться он будет за эту часть, пытаясь при этом выдержать, естественно, какое-то расстояние. Лишний холст нам сейчас не будет нужен. Мы просто накидаем несколько дополнительных объектов, а именно текстовое поле 1, текстовое поле 2, текстовое поле 3, кнопку, текст на кнопке и текстовое поле 4. Ну и для того, чтобы все это дело выглядело поприличнее, мы напишем здесь А. А. Б. И С. Ну, а это текстовое поле будет нашим ответом. Некоторые, я думаю, уже догадались, что это будет простейшая считалка для квадратных уравнений. Скомпилируем наш объект. Но пока что очевидно, что у нас здесь есть интерфейс и нет никаких средств для того, чтобы это не было посчитать. Нам надо, как положено, прочитать исходные данные и вывести эту информацию. Давайте мы сделаем вот эти вот текстовые поля, расположенными чуть-чуть пониже. Zorder минус 1, для того, чтобы мы могли спокойно выделять еще и наши текстовые поля. Так, и в наших полях перейдем на график. И вот здесь вот начинается магия. У нас есть предустановленные три события, которыми мы, кстати, пользоваться не будем. Преконстракт срабатывает. И констракт срабатывает в момент, когда создается наш объект интерфейса. Они нас не интересуют. Нас интересует, что будет, когда мы нажмем на кнопку. Для этого, как в Delphi, мы выберем событие OnClicked и добавим событие Обработчик щелчка. Дальше в разделе переменные мы добавим три переменные с плавающей точкой типа float A, B и C. A, B и C мы возьмем из наших трех текстовых полей. Назовем их TXT-A, TXT-B и, наконец, TXT-C. Итак, в момент щелчка по кнопке мы должны из этих трех полей прочитать эти три переменные. Когда мы берем нашу переменную и вытягиваем левой кнопочкой, мы получаем два варианта Get A и Set A. Мы хотим их установить, задать им какие-то значения. Поэтому ставим Set. И протягиваем коммуникационную линию. В момент события мы пойдем по этому маршруту и придем сюда, после чего выполним команду Set A. Но пока что нам, условно, не из чего ее брать. Мы должны обратиться к объекту TXT-A, Get. И TXT-A это комплексный объект, у которого есть куча свойств. И одно из этих свойств это текст. Поэтому вытягиваем менюшку и видим вот такой вот список безумия, который можно даже расширить. Но нас интересует текст. Здесь у нас есть функция GetText. Она возвращает данные типа текст, что несовместимо с числом с плавающей точкой. Поэтому преобразуем текст в string. ToString. А вот string уже можно стандартными средствами конвертировать во float. Как и в старом мохнатом C++. Вот мы с помощью вот такого вот паровозика из команд получили значение переменной A. То есть, когда мы доходим до вот этой вот алгоритмической ноды, мы получаем команду. А ну-ка, давай присвой значение A. Поехали сюда. Что надо сделать? Преобразование. Что надо сделать? Преобразование. Что надо сделать? Получить текст. Откуда? Отсюда. И вот этот вот паровозик начинает ехать и в итоге записывает значение в переменную A. Теперь мы можем все это дело выделить. Продублировать. И по-дешмански мы можем просто перетянуть объекты поверх однотипных для того, чтобы их заменить. Как говорится, будь лентяем, работай меньше. И то же самое для C. Замечательно. Вот у нас есть такая вот длинная-длинная последовательность действий для того, чтобы это все выполнить. Но давайте мы упростим себе немножечко жизнь. Мы не хотим вот это вот все делать. Мы хотим немножечко сократить это все. Давайте мы возьмем вот это вот все. И создадим функцию textFromTB. У нас появилась вот такая вот функция под названием getTextFromTB. Вставляем вот эту вот последовательность операций. И добавляем returnNode. Как известно, функция принимает входные параметры и возвращает конечное значение. Значит, у нас по сути все это будет происходить в одно действие. Мы должны получить значение поля текстового и вернуть содержащийся в нем текст. Соответственно, мы берем наш параметр будущий и перетягиваем на входную ноду. У нас появился объект переменная входная target. Мы можем назвать ее textBox. А на выходе мы должны вернуть число с плавающей точкой. Перетягиваем его на returnNode. Так пусть и называется returnValue. И в настройках этой функции сделаем ее чистой. Для того, чтобы мы не должны были вызывать ее в алгоритмической последовательности. Вернемся в наш график. И теперь удалим вот эти три команды и вытащим нашу функцию. Как видите, упаковка данных в функцию существенно сжимает код, как и в обычном программировании. Итак, мы получили наши переменные a, b и c. Но этого мало. Теперь мы должны осуществить вычисление наших двух корней квадратного уравнения. Давайте мы добавим сюда промежуточную ноду sequence. Нода sequence, это, как вы видите, белая нода логического перенаправления. Она работает очень просто. Когда сигнал входит в нее, она заходит в первую ветку и двигается по ней. Когда мы закончили с этой веткой, сигнал возвращается сюда и начинает двигаться по следующей. И так далее, пока ветки не закончатся. Добавим переменную d и вычислим ее. Set d. Как вы помните, дискриминант это b квадрат минус 4ac. Соответственно, берем b и возводим в квадрат. Функция power. Дальше из этого мы вычитаем float минус float. И перемножаем a и c. Так мы вычислили дискриминант. Замечательно. Это наша вторая операция. Третья операция. Мы должны найти корни в зависимости от значения дискриминанта. Вытягиваем третью ноду. И добавляем узел branch. Branch это то, что в c++ называется if. Это проверка условия. Сюда заходит булевое условие. Отсюда выходит или истинный, или ложный вариант. Дискриминант больше или равен нулю. Если дискриминант больше или равен нулю, то корни существуют. Добавим переменные x1 и x2. b умножаем на минус 1 плюс дискриминант, из которого мы находим корень квадратный, square root. И делим на a, умноженное на 2, если я еще не сошел с ума. Как видите, тоже та еще скалопендра получается. Ну что поделаешь. Значит, вот эта вся конструкция позволяет нам немножечко себе упростить жизнь при расчете x2. Значит, вот этот вот плюс, по сути, должен поменяться на минус. Значит, добавляем здесь минус. Хотя на самом деле все равно мы это дело особо не упростим, к сожалению. Ну, немножечко все-таки, так сказать, воспользуемся повторно имеющимися данными. Делим на 2. И для того, чтобы это выглядело красивее, добавим узел перенаправления. И получаем вот такую вот мега-каракатицу. Это мы посчитали x1 и x2. И добавим здесь еще булевую переменную hasRoots типа boolean. Если же у нас отрицательный дискриминант, мы ставим hasRoots без галочки. Это значит, что булевая переменная имеет значение false. Замечательно. Нам осталось вывести пользователю данные. Для этого у нас есть вот это вот текстовое поле. Да, господи. txt.res Для того, чтобы вывести данные в это поле, нам необходимо воспользоваться функцией setText. Вытягиваем сюда ссылку и пишем setTextTextBox. Используем тоже rerouteNode для того, чтобы наши ссылки не выглядели слишком некрасиво. И мы должны вывести в зависимости от того, есть ли корни, либо, собственно говоря, корни, либо что-то другое. Здесь вызываем toText, да, для того, чтобы мы могли выбрать строку. Нам удобнее пользоваться строкой изначально. А здесь воспользуемся нодой select на основе булева флага. Если у нас есть корни, то мы выведем текстовое значение, указанное в поле true. Если у нас нет корней, мы выведем текстовое значение, указанное в поле false. Если true, то у нас есть наши корни x1 и x2. Создадим ноду append, которая позволяет в Unreal создавать структурированные строки. В этой ноде нам понадобится 4 значения. В b и в d мы засунем наши x1 и x2. В a напишем x1 равно. В c напишем точка с запятой пробел x2 равно. Если же false, то мы просто прямо там и пишем no roots. Хотя, конечно, на самом деле корни комплексные, но нас это уже не сильно заботит. Теперь нам нужно, собственно говоря, скрыть этот интерфейс, когда мы закончим наши расчеты. Когда мы закончим расчет, мы хотим выйти из программы. Cue it game. Замечательно. Мы сделали наш интерфейсный модуль. Теперь мы должны настроить нашу программу так, чтобы, когда мы допустим игру, у нас появился этот интерфейс. Заходим в нашего персонажа. Это интерфейс работы с объектом игры. В данном случае мы будем использовать персонажа, потому что мы ленивы. Это мог быть любой объект типа пешка. Здесь перечислены компоненты и можно добавлять дополнительные компоненты для того, чтобы визуализировать или настроить персонажа. Это мы в нашем, так сказать, вводном материале смотреть пока что не будем. Значит, отметим, что здесь тоже можно создавать переменные, можно создавать функции. Одна из которых есть по умолчанию. Называется скрипт порождения. В скрипте порождения вы можете сразу настроить какие-то параметры внешнего вида объекта еще до того, как он будет создан. Это означает, что даже в редакторе эти изменения будут отображаться. Я думаю, когда я доберусь до следующего ролика, мы как раз будем смотреть на фундаментальные принципы работы именно с актерами. Пока что же мы зайдем на Event Graph. Он здесь у нас доступен. И нас интересует событие Begin Play. Begin Play срабатывает в момент, когда объект появляется в игровом пространстве. Соответственно, мы можем вытянуть отсюда событие. И мы хотим создать наш интерфейс. Интерфейс представлен так называемыми виджетами. Пишем Create Widget. И выбираем наш UI. Owning Player нас не интересует. У нас один игрок. Но при необходимости мы можем порождать разные виджеты для разных игроков. Эта функция возвращает какое-то значение. Это ссылка на созданный виджет. Но то, что мы его создали, не значит, что он появился на экране. Для того, чтобы он появился на экране, мы должны написать Add to Viewport. Это выведет этот виджет на экран игроков. По сути, с персонажем мы работать закончили. В момент, когда начнется игра, у нас автоматически появится наш виджет. Но на самом деле есть еще одна мелочь, которую нам нужно добавить. А именно, мы должны разблокировать мышку, которая по умолчанию заблокирована. Здесь мы можем выбрать режим ввода. Мы не хотим, чтобы игрок делал какой-то ввод в игровое пространство. Мы хотим, чтобы он вводил данные в наш интерфейс. Поэтому ставим Set Input Mode UI Only. Это обращение к контроллеру. Поэтому нам нужно здесь Get Player Controller. Иначе эта функция просто не сработает. Мы можем также указать, на каком виджете сфокусироваться. Хотя это совершенно не обязательно. Потому что у нас всего один виджет. Мышку фиксировать не надо. Вот, наконец-то. Старость. Наконец, мы должны отобразить мышку. Для этого есть системная переменная ShowMouseCursor. Перетаскиваем сюда. И ставим галочку True. Мы хотим видеть мышку. Итак, последовательность действий в момент, когда появляется наш персонаж игрока. Создаем виджет интерфейса. Добавляем его на экран. Ставим режим ввода для именно элементов интерфейса. И отображаем курсор мышки, чтобы пользователь мог дергать мышкой. Компилируем. Сохраняем. Готово. Но это еще не все. Теперь нам нужно настроить наш режим игры. Game Session нас не интересует. Game State нас не интересует. По сути, это все относится к мультиплееру. Player Controller. Наш PC-Cont. Player State. Опять-таки, это мультиплеерная фишка. Heads-Up Display мы не используем. Default Pawn. Наш Char. Это наш пользователь. Скомпилировали. Скомпилировали. Сохранили. Установили все эти параметры. Скомпилировали. Сохранили. Закрыли. Контроллер игрока не нуждается ни в каких правках. Это, по сути, летающая камера. Нас он вообще не интересует. Теперь нам нужно зайти в настройки. В настройки проекта. Кстати, Game Instance в этом примере пока что мы тоже не используем. Но в следующем примере, когда мы доберемся до него в следующем видео, это нам понадобится. Пока что мы не заморачиваемся с глубинными настройками проекта. Нас интересует раздел Maps and Modes, о котором я уже упоминал. Режим игры по умолчанию. Наш GMExp. Game Instance. Сразу же, чтобы не забыть, прописываем G-Inst. Это важно. Если это не проставить, ваш Game Instance будет ссылаться не на то. Editor Startup Map. Template Default. Это, по-моему, карта открытая сейчас. Хотя нет. Давайте-ка мы ее сохраним. Назовем ее T-Map. Сохранились. И вот она, наша T-Map. И то же самое для Game Default Map. Хотя это нам не сильно важно. Для того, чтобы избавиться от надоедливой красной надписи, соберем освещение. Замечательно. Теперь запускаем тестирование нашей карты. У нас автоматически появился этот наш интерфейс. Причем кнопка съехала. Давайте исправим эту ошибку. Съехала кнопка, потому что я не настроил правильный якорь. Запускаем опять. Вот оно, наш интерфейс. Давайте введем какие-то значения. Шрифты некрасивые. И получили наши корни. Опять вернемся и донастроим нашу красивую, обалденскую графику. С контролом выделим все элементы. И в разделе, если мне не изменяет память. Нет, по-моему, это надо редактировать отдельно. Да, font-size поставим, допустим, 20. Скампилировали, сохранили и запустились. Вот теперь текст читабелен. Мы получили какие-то значения. Давайте попробуем найти. А вот в этом случае корней у нас нет. Почему? Потому что наш график не пересекает ось X. Что ж, это пример простой реализации расчетного алгоритма для предельно простой ситуации, когда нам надо просто что-то посчитать. Естественно, в реальном дизайне геймплея вам далеко не только и не столько нужно что-то просто считать. Но, я думаю, такой пример достаточно хорошо показывает, каким образом, в принципе, ведет себя система блюпринтов и что она собой представляет и какие особенности она в себя включает. Что ж, на этом, я думаю, на сегодня закончим. И до встречи в следующий раз. Я надеюсь, что в этот раз она случится не через год. Да пребудет с вами Великий Шворц.